Добрый вечер всем, я всех очень рад видеть. Разговор у нас пойдет именно о женских версиях абстракции. Мне кажется, это сама постановка этого вопроса, сама такая возможность невероятно интересной и важной для сегодняшнего времени. Я думаю, что общим вступлением могло бы быть просто то, что последние годы, десятилетия в целом, но именно последние годы в особенности, очень вырос интерес к женскому искусству во всем мире. И Россия здесь не в стороне от процессов. Идет переосмысление работы женщин в мировом искусстве и современном, и древнем. И с этой точки зрения, в общем-то, ставшей возможной после соответствующих гендерных исследований, в результате меняющейся оптики восприятия искусства, роль женщин в художественном процессе меняется, возрастает, увеличивается действительно ценность тех, кого мы, может быть, раньше недооценивали. Я решил сфокусироваться на этом именно с такой точки зрения. Поэтому разговор сегодня пойдет в таком ключе еще. Я надеюсь, что это разговор не только об искусстве, но еще и разговор о женском в искусстве, о женщинах. Я профеминист, я считаю себя профеминистом. Я считаю, что женщинам везде должна быть дадена большая гораздо власть, в том числе и реализация их возможностей, в том числе и в искусстве. Применительно к советскому неофициальному искусству, к советскому андеграунду, для меня это кажется очень серьезной темой, очень серьезным вопросом, потому что женщин совершенно очевидно дискриминировали. И есть такие даже понятия, которые употребляют сегодня искусствоведы, как дискриминационные искажения сквозь эту призму. Мы воспринимаем сегодня женское искусство в том числе. Это касается совершенно очевидно вообще в целом гендерного дисбаланса, потому что искусство советского андеграунда маскулинное. Большая часть гораздо мужчин работало. И если это женщины, то это очень часто личные пары, семейные или гражданские пары. Мы сегодня об этом тоже будем говорить. И женщины в тандеме оказываются отодвинуты на второй план по самым разным причинам. Иногда женскую фигуру как бы лишают субъектности, лишают имени в тандеме. Это пример, который был исправлен с течением времени. И вот ранние работы Франциско-Инфанте, например, они всегда подписывались Франциско-Инфанте. Позже их стали идентифицировать как Франциско-Инфанте и Нонна Горюнова. Это очень важный, мне кажется, тоже очень важный знак такого изменения. Вот в случае Мастерковой и Немухина речь идет тоже о дискриминационных искажениях, о которых прямым текстом говорит искусствовед Андрей Ерофеев в своей вступительной статье к выставке Мастерковой, первой такой большой персональной выставки. И в частности он говорит о том, что именно в тандеме Немухина-Мастеркова, Мастеркову всегда отодвигали на второй план, ее искусству как бы не придавалось такого значения. И я должен сказать, что вообще даже в той ретроспективе, которая была, которую именно курировал Ерофеев, она все равно была двойной. Она была именно для Немухина и Мастерковой. При этом Немухин был тогда жив, а вот Мастеркова важнейшей выставки большой музейной своей жизни так и не дождалась, к сожалению. Она умерла в 2008 году. И очень показательно, например, такой кураторский момент. Я хорошо помню эту выставку. Немухин там был показан весь целиком. А Мастеркова доходила до конца 60-х годов, и кураторы, в общем, дискриминировали ее. Я уж не знаю, по чьему соображению это было сделано. Это могло быть не решение непосредственно Ерофеева, а других организаторов выставки. Но это не так важно. Короче, вот Мастеркову там купировали. Хотя при определенном градусе, с определенной точки зрения ее позднее искусство тоже достаточно важно. Я сегодня постараюсь это показать. Но хотя мы будем фокусироваться, конечно, на ее искусстве 60-х годов. Еще такой очень важный момент, что вот эта дискриминация именно женской фигуры распространяется на то, что женщину-художника, ну и вообще многих художников, на самом деле их растворяют в коллективном бренде. И в нашем случае, в сегодняшней теме лекции, это прямо очевидная история, потому что Мастеркову затемняет порой Леонозовская группа, само наименование. А Заневская тем более была задвинута на дальний план истории группы движения. Настолько, что она для меня, например, ну я считаю себя все-таки достаточно там зрелым специалистом в искусстве 60-х годов. Я много лет занимаюсь, больше 30 лет занимаюсь профессионально. И тем не менее, для меня она до определенного момента, пока вещи не вышли на рынок и не были показаны во многих выставках. Она была просто одним из имен, примечанием, в сущности, к основным процессам в группе движения, где спорили за лидерство, например, Нузберг с Инфанты, где происходили определенные тоже такие мужские разборки, можно так сказать, которые до сих пор вот не утихли. И совершенно очевидно, что такие имена, как вот Рима Заневская или, например, в другом случае Галина Битт, они были задвинуты на второй план. И Битт, возможно, была, например, мы сейчас этого даже не можем сказать точно, была с автором многих работ Нузберга, а возможно и автором, но авторство присваивалось им двойное или вообще Битт уходило куда-то на второй план. А несколько женских имен в группе по-прежнему, я слышал два или три раза просто имена где-то вот в списках, там есть Людмила Орлова, но не видел ни одного произведения или там практически какую-то одну почеркушку или один какой-то чертеж к работе. И слава богу, ситуация с Заневской позволяет нам говорить о ней более, вот сейчас уже более четко о ее различимом авторстве. Еще раз повторю, что это произошло именно благодаря тому, что вещи этих художниц вернулись на рынок и поменяли коллекционеров. Приехали, в частности, вернулись из-за рубежа в случае с Мастерковой. Очень много ее работ было продано в самые разные коллекции по всему миру. Я, может быть, скажу для кого-то, не сделаю какое-то открытие, но, может быть, для кого-то сделаю, что очень странные локации у многих работ, например, они приходили, возвращались на рынок, в частности, леонозовцев как раз, у которых была достаточно хорошая рыночная ситуация еще в 60-е, ну, хорошая, разумеется, по меркам советского подполья, не по меркам, например, там, сопоставимым с американским рынком или с французским. Да, к этой теме мы тоже вернемся, но, тем не менее, и работы находили адреса, откуда потом возвращались, там, Пакистан, Новая Зеландия, бразильские коллекции, парагвайские. Вы спросите, почему? Очень много работ покупали дипломаты, и дипломаты именно этих стран были достаточно состоятельными для того, чтобы покупать какие-то серьезные работы. Ну, стоимость тогда работ, там, могла быть от 100 рублей и выше, скажем так, до 1000, до, там, 1200, полутора в каких-то редких абсолютно случаях. И вот то, что они вернулись в отечественные крупнейшие коллекции, одна из самых значительных, которые, безусловно, собрания Музея АЗ. Я вас приглашаю, если кто-то не знает этой опции, на сайте Музея АЗ есть кнопочка «Коллекция», и там можно просмотреть все работы из собрания. Другая проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что мы не видим работ, к сожалению. В Третьяковской галереи на протяжении многих лет находится одна-две работы Мастерковой, пара работ Немухина. С недавнего времени стала висеть и Заневская, ей тоже придано было достаточное значение. То, что мы смотрим при продукции, это, конечно, огромное искажение, но это вынужденный вариант, у нас нет никакой другой возможности. А вот выставка, планировавшаяся большая ретроспектива, именно сольная Мастерковой, которую намечал музей «Гараж», она отложилась на неизвестное время, она должна была состояться в марте 2022 года, но по известным нам всем событиям не состоялась. Говорят, что коллекционеры отозвали свои работы уже после того, как они были привезены из рубежа, растаможены, уже буквально привезены в гараж, расставлены по стенам. После этого было принято решение свернуть не только эту выставку, но и выставочную деятельность. Таким образом, именно ретроспектива сольная, Мастерковой, без Немухина, самой по себе до сих пор, это мечта какого-то будущего для России. И это при том, что Лидия Алексеевна, я должен действительно это сказать, это один из важнейших наших художников современных, связанных с абстракцией. Как важна для нас абстракция, как важен для нас художник, который последовательно занимается именно беспредметным искусством, даже речи нет. Потому что, с одной стороны, это связывает нас с искусством первого авангарда, и как бы продолжает эту линию, и Мастеркову неоднократно называют амазонкой второго авангарда. Терпеть не могу это наименование, но оно так или иначе циркулирует вместе с ней. И я просто скажу, что, вот приведу такую цитату из текста Сергея Галербаха, это, в общем, даже не искусствовед, ну такой, да, искусствовед, скажем так, литератор, эссеист, представитель эмиграции второй половины XX века, он писал, ни одного из них о современных художниках нельзя назвать абстракционистом в буквальном смысле этого слова. Во всех работах присутствует явный или угадывающийся фигуративный элемент, и в этом думается их главная и очень современная русская особенность. Его слова как раз цитирует Глезер, Александр, такой коллекционер-неудачник и популяризатор, тоже достаточно сомнительный искусство 60-х годов, именно применительно к Мастерковой в небольшом своем тексте. Это, конечно, полная чушь. Были такие художники, были художники, которые проходили вот эту абстрактную фазу очень недолго и потом действительно переходили к фигуративному искусству, но в том-то и ценность наших нескольких абстракционистов, их очень немного, но они есть, что они очень последовательно отстаивали именно задачи беспредметного искусства, они действительно торили ту дорогу, которую прервал, была прервана вот в авангарде первой половины 20 века, и Мастеркова, один из самых важных авторов, без всякого сомнения, в их числе. Другие авторы, их можно посмотреть как раз на выставке коллекции Натальи Ополевой, потому что они там представлены, могу назвать Злотникова, Михнова-Айтенко, вот, естественно, ту же Заневскую, Франциско-Инфанте, хотя он потом переходит к фотографическим работам, и еще кого-то из авторов можно назвать, кто там не представлен, Алексей Каменский, Владимир Андриенков и так далее, и там подобное, немного Олег Кудряшов, немного таких художников, но каждый из них очень по-своему важен. О Мастерковой это, надо учесть, все-таки такая популярная достаточно лекция. Я призываю вас всех к тому, чтобы вы, если заинтересуетесь предметом ее искусства, читали более профессиональную литературу, и я в этом смысле, цель моей лекции ни в коем случае не состоит в каких-то академических новациях, каких-то дополнениях, исследованиях. Моя задача, скорее, была просто построить в определенный ряд какие-то важные вещи для ее понимания, понимания Заневской, и рассказать, может быть, интересно постараться рассказать именно про них, про сами работы, про какой-то контекст чуть-чуть, поэтому я оставлю в стороне, буду так скороговоркой, только биографические какие-то данные. Мне они кажутся не настолько важными. У всех примерно биографии повторяются в том смысле, что кто-то учился у художников, которые что-то взяли из первой половины 20 века. На кого-то произвело невероятно сильное впечатление фестиваль молодежи и студентов со всеми зарубежными выставками, а позже американская и французская выставка, а до этого выставка Пикассо. Это все повторяется у всех в биографиях, поэтому мастерку один-два штриха таких дам, а про Заневскую даже повторять не буду, потому что это относится примерно ко всем художникам. И вот среди такой литературы я должен сказать, что просто очень важная книга как раз Маргариты Мастерковой-Тупицыной, она здесь впервые назвалась именно Мастерковой-Тупицыной, потому что мы ее все знаем как Маргариту Тупицыну, очень известного, одного из самых влиятельных в мире авторов, пишущих о современном русском искусстве. Именно благодаря ей Мастеркова вообще получила ключевые выставки, первые персональные в Америке. В первую очередь была включена в какие-то большие ретроспективы тамошние и была включена в важные американские коллекции. В каком-то смысле была включена вообще в мировую художественную жизнь. Вот благодаря ей она племянница Мастерковой, поэтому вот здесь она взяла эту вторую фамилию. И эта книга просто содержит невероятные совершенно знания. Я вообще не подозревал, что можно настолько пристально и академически взвешенно, очень серьезно оценить Мастеркову. Это еще одна наша аберрация, что мы смотрим на какие-то вещи. Это такая работа, это более поздняя ее работа, это менее интересная. Но вот когда ты ставишь это именно в такую академическую последовательность, когда разбираешь контекст практически каждой работы, очень много информации содержит эта книга. И это, конечно, дает совершенно по-другому впечатление у художники. Я очень был счастлив, что она вышла, и вот у меня была возможность ее прочесть. Честно говоря, я бы просто, наверное, может быть, не взялся читать лекцию про Мастеркову, если бы не было вот этой книги. И другое, что очень важно, это прямая речь художника. Я, поскольку сам интервьюировал Лидию Алексеевну, я немного с ней виделся, но два раза, три раза, наверное, виделся. Видели ее и люди в стенах этого музея, в числе основателей музея Полины Лобачевской. Именно она устраивала ее последнюю прижизненную выставку в России в 2006 году в галерее кино. Но были и люди, которые ее интервьюировали. Мой текст был, мое интервью было одним из первых опубликованных с ней, наверное, интервью в прессе. Я делал тогда короткую подборку интервью для такой газеты «Культура». Представьте, были времена в России, когда в культуре было не зашкварно публиковаться. Даже я вот не стесняюсь того, что мое имя там есть где-то в архиве. Но поискать придется. Были замечательные интервью, сделанные Вадимом Алексеевым. Это исследователь шестидесятников. И для тех, кто не знает, я очень рекомендую вот эту книгу. Она, хотя его авторство, но это на самом деле авторство всех самих художников и мастерков. И там стостраничное интервью, невероятно интересное, погружающее нас в ее жизнь. Надо учитывать единственное, что Лидия могла про себя от первого лица говорить какие-то вещи, скажем так, которые расходятся с показаниями других свидетелей. И вот, например, их важнейший эпизод в жизни расхождения с Немухиным относительно того, как они сошлись, у них нет разночтений. Относительно того, как они разошлись, есть как бы две версии, и вот приводится. Давайте уже обратимся к датам каким-то конкретным. Итак, Лидия Алексеевна родилась в 1927 году. Кстати, очень показательно, что на протяжении многих лет никто не мог выявить эту точную дату. Она в другом искусстве, легендарном каталоге, выставке 1991 года, с датировкой 1929 год. Рождение она скрывала дату, и только потом, путем неких косвенных сопоставлений, может быть, кому-то из исследователей попали просто в руки документы, утвердилось 27-й год, конкретно 8 марта, так что мы недавно отмечали, в женский день, да, что очень символично ее день рождения. И она потом уже стала проговариваться в интервью, когда Немухину было 17 лет, а Немухин, понятно, не скрывал дату своего рождения. Мне было 15, у нас была разница там 2 года. Ну, окей, все понятно. В 1940 году она поступает в Московскую среднюю художественную школу, в которой тогда учились очень многие даровитые ученики. В 1943 как раз знакомится с Немухиным, но когда они познакомились, соответственно, вот ей было до 15 лет, но это еще не было началом романа. А роман у Немухина был, это, ну, совершенно точно, с ее неродной двоюродной сестрой, то есть был роман внутри семьи, вот, и тем не менее Немухин служит для нее как бы старшим наставником, одним из людей, кто направляет ее. И в том числе он достает тогда текст, первое издание легендарной книги Кандинского о духовном искусстве в 1943 году, представьте себе, где-то посреди войны, значит, тогда оказывались возможности, то есть война дала чуть-чуть микроскопические послабления на фоне всего вот этого ожесточения, которое происходило с конца 30-х по конец 40-х годов и начало 50-х, собственно. И одним из таких послаблений было, например, то, что Немухин получил возможность одной из первых выставок, естественно, групповых, куда были включены его ранние, но чуть более свободные работы вместе с классиками, вместе с кем-то из метров. И это вот было посреди, в заснеженной Москве, посреди войны, когда, правда, фашистов от нее уже, разумеется, отбросили. И вот в этой атмосфере они общаются с Мастерковой в самом начале, и Кандинский, конечно, производит впечатление, ну, наверное, просто развершейся бездны. Именно с этого момента начинается вот то расхождение, что Мастеркова понимает, что искусство должно быть каким-то другим, не обязательно реалистическим и не обязательно социалистическим, да, вот каким было все искусство вокруг нее. В 43-м году в том же она поступает в Московскую детскую художественную школу на Чудовке, это одно из легендарных учебных заведений, где преподают два важнейших мастера, как раз вот связанных с ней и связанных со многими другими. В частности, они же учили и Рогинского, и Вечтомова, и они, собственно, вот с этой детской художественной школы, они начинают тусовать в одном кругу, начинают общаться. Дальше это разделится как раз на Леонозовские, не Леонозовские потоки, условно. Это Моисей Хазанов и Михаил Перуцкий. Вот это люди, которых она совершенно определенно называет своими учителями. У нас нет времени смотреть слайды, но погуглите их работы в особенности этого периода, и вы поймете, какая степень свободы сохранялась в живописи, даже поздней у этих художников. В 1946-1950 году она учится у них же в Московском городском художественном училище, то есть это уже послешкольное образование. Потом оно переформатируется, становится другим, называется по-другому, но педагоги остаются те же. Несмотря на гонения, их пытались выгнать несколько раз из училища. Несмотря на гонения, они продолжают там учиться. Вот именно они придают мастерковой, во-первых, первыми поддерживают просто талант ее, открывают в ней возможности живописца, поддерживают ее живописное видение. И вот первая вещь, которую я показываю фигуративно, это 1956 год, это уже сильно более поздняя работа, дофестивальная «Цветы на окне» из коллекции Ивана Филонова. Она дает, во-первых, представление о том, что Лида блестяще владела очень тривиальными пространственными построениями, потому что это прям фальковское построение, но сложное для... он буквально в двух-трех работах такой же делал, натюрморт, где сзади пейзажи, у них разные цветовые, цветовые, тональные отношения. Очень интересная работа. И спустя год-два под влиянием всех этих событий, именно выставок и ее какой-то собственной эволюции, она переходит именно последовательно к совершенно другим, к беспредметным работам. Параллельно пока на фоне этой вещи можно сказать о том, что в эти годы как раз она знакомится с леонозовцами. И первые работы, если вы будете смотреть работы Рабина, Вичтомова, вот этого же времени, это будут тоже пейзажи. Такие вот в серо-серебристой гамме, очень красивые, очень элегантные, по-своему даже сложные визуально, но тем не менее это очень традиционные реалистические работы с большей, может быть, степенью живописной свободы, просто чем позволялось тогда другим художникам. Но ничего подозрительного, ничего по-настоящему неофициального в них нет. В эти же годы она начинает работать на ВСХВ, которые становятся ВДНХ вскоре. Это 1957-1959 год, она монтажник еще. А позже она становится уже на ВДНХ художником-оформителем. Это начало 60-х годов. И в 61-м году ее первая персональная выставка, квартирная, разумеется, на квартире Ильи Цирлина, искусствоведа, известного, поддерживавшего одним из первых неофициальных художников. И она происходит в доме Шаляпина. Шаляпин и вообще музыкальная культура для Мастерковой была невероятно важна. Если вы увидите во всех этих работах музыкальные ассоциации, они абсолютно оправданы. А поскольку это именно ассоциации, то, пожалуйста, свободно совершенно думайте, мыслите, сопоставляйте с кем вы захотите эти работы. Хотите с Мессианом, хотите со Шнитке, а хотите и с прекрасным голосом Шаляпина, с русскими романцами, с Рахманиновым, 150-летие которого сейчас отмечается. И все это будет абсолютно оправдано. И все эти годы, вот с 1954 по 1968, основные годы, которые мы будем смотреть, это ее личные отношения с Владимиром Немухиным, уже близкие. Они состоят в гражданском браке, они так никогда не были зарегистрированы. Возможно, это было одной из причин их расхождения. По крайней мере, есть и такая версия, она проговаривается. Но нам важно знать, что они были близки, они были вместе, и хотя они оба говорят, что они не влияли друг на друга, конечно, они влияли друг на друга. И есть определенная близость в их работах, и есть, что очень важно, определенная близость в их эволюции. Как раз момент, когда происходит вот слом важнейший у одного и у другой, это в районе 1965 года Немухин переходит к своим знаменитым картам, а Мастеркову мы сейчас увидим к чему, это ситуация, в которой уже начался какой-то их разлад, или там сложности какие-то во взаимоотношении. Есть вообще версия, которую проговаривает вот как раз Маргарита Мастеркова-Тупицына в своей книге, она для меня была совершенно неожиданной, что Немухин стал писать свои пасьянцы, свои карты, именно потому, что это была для него постоянная память, напоминание о Лиде. А Лида, как раз любившая раскладывать пасьянцы в первой половине 60-х годов, когда они вместе жили, она выбросила, как она сама говорит, карты из своей жизни. Но получается, что они остались на картинах Немухина, и он как бы всю жизнь в память о ней, получается, пишет вот такие карточные темы на своих картинах. Это для меня был совершенно неожиданный поворот, потому что я всегда видел вот это блатное, азартное начало и этот момент случайности, естественно, который присутствует в карточной игре и который всегда как бы подчеркивался, да, а если это приобретает такое личное измерение, мне кажется, это невероятно интересно. И уж точно, это, конечно, карты не связаны с первым русским авангардом, где тоже они задействовались определенным образом. Ну вот теперь будем смотреть на работы пристальные и просто говорить о них. Для 58-го года вот эта вещь невероятно смелая, очень интересная. Она как бы из кубиков, из таких кирпичиков строит довольно сложное, живописное, чисто цветовое пространство. Если говорить о близких аналогиях в мировом искусстве, они, безусловно, есть. Ничего вот в этих вещах именно новаторского нет, но это первый год, когда она переходит к абстракции фактически. Может быть, там 57-й, вот конец 57-го, начало 58-го года. И в первый год она выдает уже такие уверенные результаты. Если говорить про западные аналоги, это больше всего напоминает Жанна Поля Риапеля, такого канадского художника, очень важную фигуру в лирической абстракции. Именно лирической абстракции называют специалисты, исследователи все вещи такого рода мастерковой. Но смотрим дальше. Она таким уж прямо лириком не была. Да, обязательно. Потому что вот эта работа примерно такая же по типологии. Она имеет уже вполне структурное построение. Вот обратите внимание на эти палочки белые, которые рассекают композицию. И тоже она довольно уверенно построена по цветовой гамме. Такое ощущение, что вот композитор, если применять эти музыкальные ассоциации, применяют какую-то нетривиальную гамму сближенную, да, вот как здесь сближены цвета. Но тем не менее, вот тонально они однородные, а цвета, так сказать, противоположные. Вот все в охристой такой тональности. Вот эта работа примечательна тем, что она выполнена на фанерной доске. И похоже, что одно время это была, может быть, такая техническая проба, а может быть, наоборот, она хотела как бы жизнь украсить. Она была на дверце, собственно, выполнена от шкафчика, которая находилась в их с Немухиным доме, ну, дом, собственно, Немухинский, в Прилуках. Это очень важный поселок под Серпуховым на оке, где они жили. Они уезжали туда каждое лето, там жили с ними вместе, приезжали к ним, тусовались. Очень многие из художников их круга, леонозовцы, разные другие их, друзья Плавинский, Зверев, кстати, как раз. И вот, если верить, я сам там не был. Вот это была дверца такая, которая позже была, значит, вынута и перемещена уже в качестве самостоятельной стационарной вещи к Немухину в коллекцию. И, тем не менее, это не имеет значения, потому что если работа, если там есть фамилия, подпись, это подписанная работа. Все, нас должно волновать только это. Ну, раз я заговорил про леонозовцев, я должен показать еще одну художницу, которая действительно повлияла именно на Лиду Мастеркову. Это Ольга Ананимна Потапова, жена Евгения Карпивницкого. В своих воспоминаниях Мастеркову достаточно пренебрежительно отзывается о Евгении Карпивницком, которого все остальные художники леонозовского круга называют как раз своим учителем, а поэты называют своим учителем в поэзии, в частности, как раз Сапгир и Холин. Но Мастеркову при этом очень выделяет приоритет Потаповой, которая тоже внутри дома, внутри вот этой вот семейной пары была задвинута на второй план. Всегда зарабатывала больше, чем Карпивницкий, значит, для пропитания семьи. Всегда меньше времени уделяла своему творчеству и всегда скромно держала свое творчество в тени. Вот вообще, мне кажется, если муж-художник в случае пары не будет продвигать творчество своей жены сам, то будет вот такая ситуация, к сожалению, во многих случаях. Как раз контрпримеры, когда в «Авангарде» именно происходило продвижение за счет мужчины в паре, это Ларионов и Гончарова. Ларионов невероятно интенсивно продвигал везде искусство своей жены и всегда выделял за ней определенный приоритет. Хотя, хотя, кстати, они тоже состояли в гражданском браке. Это тоже довольно такая интересная деталь. И Родченко Степанова, где Родченко, скажем так, на равных примерно. Ну вот я сейчас читаю воспоминания Степановой, они давно очень были опубликованы. Крайне редкая книга, она больше не переиздавалась. И она, конечно, все время превозносит своего мужа, наоборот. То есть у них прям тандем, где вот кукушка хвалит петуха и наоборот. Но это абсолютно оправданно. Так вот, да, у Мастерковой возникает такое женское единение внутри мужского коллектива. Еще там была в это же время Валя Кропивницкая, жена Оскары Рабина, но она была совсем на вторых ролях. Более того, в начале 60-х она практически не занималась искусством, занималась в основном семьей. И очень-очень редко встречается ее график, единичные какие-то вещи. Для тех лет. Следующая работа, как раз первая из собрания Третьяковской галереи. Яркая экспрессивная абстракция. Я должен обратить также ваше внимание на то, что они все практически не имеют названия. Очень редко, когда Мастеркова маркирует какую-то вещь названием, она что-то хочет сказать, подчеркнуть особенное. Это как раз очень типичная вещь. Мы можем сравнить ее с определенными работами Хартунга, с определенными работами американских художниц, Джон Митчелл, многих-многих других. Ранее Лен Франкенталер, с которой тоже можно вполне сравнивать Мастеркову. И вот здесь я просто хочу сказать, что можно, конечно, ко всему этому относиться с таким как бы некоторым пренебрежением и говорить, ну, это все вторично, это было где-то у кого-то подсмотрено. Но вот относительно второго, это именно неправда, это не было подсмотрено на фестивале, на каких-то выставках. Важно было очень, что она проходит через это сама. Важно, что цветовая гамма, вы будете видеть это на всех работах, это именно Мастерковская гамма. Я сегодня, вчера специально, вот, готовясь к лекции, прям пересматривал ряды западных художниц, которых с ней можно сравнить. Видно совершенно точно, что они пользуются совершенно другими цветовыми гаммами, например, хотя где-то похоже по формальной структуре, просто элементарно, потому что проходили через одни и те же формалистические проблемы. Потому что, когда ты начинаешь мыслить или действовать, ну, абстрагироваться от предмета, у тебя возникают одни и те же формальные проблемы, там, как расположить пятно на плоскости, как построить пространство и так далее. И Мастеркова с этим справляется совершенно блистательно. Вот обратите внимание, например, на белый элемент, который она очень смело помещает в центре этой небольшой, в общем, гуашевой компонентации, дальше, как она будет работать с белым, как она будет мастерски это развивать. И, конечно, ее красный, ее зеленый, это прямо вот ее тона. И когда говорят про Мастеркову, что она связывается с какими-то отвлеченными построениями духовными, когда говорят, что это все заимствование у нее от Кандинского, это, конечно, совершенно неправда. Ну, посмотрите просто элементарно Кандинского, вот сложить рядом работы, не то, что они совсем не похожи, но это похоже в той ровной мере, что у Кандинского и у Мастеркова есть одни и те же цвета, просто потому что они есть в природе. И вот про природу я хотел сказать, это очень важный момент. Именно природные заимствования для Мастерковой важны, они вообще будут невероятно важны для русского искусства второй половины XX века, и для сегодняшнего-то искусства они особенно важны. То, как художник интегрирует, помещает свою мысль о природе, то, как художник берет какие-то природные элементы и помещает их именно в свое искусство, Мастеркову очень важно. Один из первых художников, кто делает это не на уровне впечатлений, не на уровне импрессионизма, а на уровне какой-то последовательной программы. Грубо говоря, она в каких-то вещах, вы сейчас это увидите, она интегрирует природные процессы в сущности в структуру своих произведений. Вот как здесь, например, вы видите, это почти имитация растительных линий, движения тех элементов, которые есть в самой природе. В этом смысле она очень похожа на органических художников первой половины XX века, и вот с кем бы ее надо было сопоставить, но тоже это не было заимствованием, это с учениками Матюшина, в частности, с сестрами и братом Эндер, о которых до сих пор не очень хорошо, не очень много известно. А уж тогда не было известно совсем практически ничего, и, конечно, это не могло быть заимствованием. И посмотрите, как это близко, скажем, американской линии, тоже в искусстве настроенной на вот эту органическую пластику, скажем, Джорджио Кифф, это начало XX века, это еще не абстракция, или каким-то вот тем же Джоан Митчелл во второй половине XX века, но при этом это совершенно все мастерковское, это как бы ее личное такое вот о растительности. Какой проблемой это становится дальше? Вот здесь это проявлено, это невероятно интересно. Здесь много белого фона, и она, я думаю, к этому времени знает что-то про художников, просто потому что они были достаточно известны в Москве, которые работают на белом. Это Злотников, Турецкий, естественно, она не могла не знать, потому что она училась вместе с турецким, считала его очень злым человеком, она о нем никогда, ну, как бы хорошо не отзывалась, но это такой чисто личный момент. Но так или иначе, те художники выстраивают какие-то свои концептуальные структуры на белом, используя эту подкладку цветовую очень рационально. А Мастеркова делает это фоном именно для таких вот толстых стеблей, как бы таких, значит, полос длинных цветовых. И это тоже поразительное развитие вот именно этой органической линии. Вы сейчас посмотрите, как оно дальше движется именно в живописи маслом на холсте. Но это совершенно ни на что не похоже. Вот это близко художникам, которые, может быть, в это время тоже осваивают кауэфилд пейнтинг в Америке, но, тем не менее, типа Морриса Луиса, но они другие все равно. Это очень интересная проблема, на которую она выходит интуитивно и не фокусируется на ней, потому что она вообще очень многие проблемы пробегает очень быстро в своем искусстве, просто потому, что ей очень интересно развитие личностное. Ей не интересно как бы какую-то проблему до конца интерпретировать в своем искусстве. Это, получается, возможно из-за того, что просто не было рыночного выхода для этих художников. Мы понимаем, что далеко не все вещи продавались, их было просто интересно кому-то покупать, потому что на них практически не было рынка. То есть, если мы представим себе американского или европейского художника, он просто должен или она должен сидеть на какой-то этой теме, которую он берет, разрабатывает последовательно, просто для того, чтобы утвердить ее как коммерческий бренд, чем, собственно, и занимались эти художники. А Лида очень быстро проскальзывает, это идет дальше. Но сама тема, сама идея очень интересна. Это как бы расширение такое пятна светового и вопрос о том, когда линия превращается в цветовое пятно. Это очень интересный вопрос для абстракциониста. По сути, он недостаточно был разработан точно на то время и до сих пор даже остались для этого какие-то возможности. В общем, я на это хотел обратить ваше внимание. Сейчас я покажу еще пару графических листов из разных частных коллекций. Вот здесь эта же проблема в ЧБ как бы предстает именно как такая сложная, очень витая структура из полос. Видно, насколько она тщательно разрабатывает пространство. И вот в этой небольшой композиции это крошечные работы. Здесь вот есть возможность их так развернуть во весь экран, да, от пола до потолка. На самом деле это небольшие бумажки, вот величиной иногда в ладонь или чуть больше. И, разумеется, это не единичные, не уникальные вещи. Мастерковый для того, чтобы делать вот такие уверенные рисунки, нужно было десятки различных проб, но очень они интересные. Ты как будто погружаешься здесь, идешь в какую-то пещеру. Или это напоминает рисунки нервных волокон, да, или вообще каких-то волокон внутри живого тела. В это же время Булатов работает со схожей проблематикой, но в совершенно другом ключе. Он рисует сосны, сминая комкое пространство, тоже делая их практически абстрактным. Вот одна из таких сосен как раз на выставке в Петербурге из коллекции Натальи Ополевой. И дальше уже начинаем смотреть живопись. Здесь я буду меньше комментировать, просто потому что работ достаточно много этих. Но вот с начала 60-х годов, прямо с 60-го года, Мастеркова, конечно, чувствует себя невероятно уверенно в построении этих композиций. Опять зеленая и красная гамма, то есть она не боится строить вещи на ярких контрастных противопоставлениях. Это работа из одного из крупнейших собраний Мастерковой, Игорь Цуканов. Его собрание Цуканов Family Foundation. Много важных работ Лидии находится у него. И, собственно, он был одним из организаторов ее ретроспективы в Московском музее современного искусства. Другая работа 60-го тоже года, тоже из этой же коллекции, тоже она вносит абсолютно абстрагированное название композиции. То есть не будем здесь искать никаких конкретных подоплек сюжетных. Это именно беспредметные мотивы. Это огромная вещь. Вот эту мы видим практически в натуральную величину. 160 сантиметров по высоте. Если бы русские художники имели возможность тогда делать работы такого формата с какой-то регулярностью, с каким-то постоянством. Это были бы одни из самых значимых работ в эволюции в мире на самом деле на тот момент. Потому что в мире можно было продвигать подобное искусство только за счет масштабов, габаритов работ. И именно так получалось у американских художников, у лучших немецких, французских, скандинавских, итальянских художников. Все же, кто оставались в пределах камерных размеров, они, к сожалению, не были так видны, так заметны в рынке. И вот вещи ее начала 60-х годов, это прям вот она выходит на свой масштаб. Она совершенно отчетливо об этом знает. Она не стесняясь говорит многократно в своих интервью поздних, что, конечно же, я была самой талантливой из вот всех, кто был со мной рядом. И это, видимо, связано, может быть, с тем, что тоже ее зажимали, отодвигали, не хотели как-то говорить. Или, может быть, даже просто элементарно чувствовали зависть по отношению к ее работам. Это действительно те вещи, к которым можно применить понятие шедевра большой программной работы для русского искусства середины 20-го века. И вот в этом отношении такие вещи прям важны. Более камерного формата, но тоже важная принципиальная работа начала 60-х годов из важнейшего собрания Валерия Дудакова и Марины Кашура. Одно из ключевых собраний шестидесятников. Как раз Валерий Александрович был самым молодым из коллекционеров той эпохи. Поэтому он, собственно, до сих пор активен и работа эта находится у них в семейном собрании. И вот здесь другая сторона этой проблематики. Лида выходит как раз на белое. Очень интересная работа вот в этой высветленной тональной гамме. И совершенно отчетливо видно, как она сложными, сближенными тонами работает. И при этом еще один важный момент. Появляется фактура. Она не боится работать сложными такими фактурными пластами. Она часто работает мастихином, таким вот мастерком, не только кистью. Она иронично иногда в своих интервью тоже с фамилией этот инструмент со своей фамилией рифмует. И, конечно же, она еще ссылается на то, что у них именно фамилия по семейному происхождению. Она ее не поменяла, заметим. Хотя у нее до этого была женитьба официальная, очень неудачный брак, в котором у нее был сын с таким Владимиром Холином. Это как раз тоже такой художнический брак, очень быстро распавшийся. Об этом Владимире Холином мы практически ничего не знаем. От этого брака у них был сын Игорь Холин, который носит то же самое имя и фамилию, что великий поэт Леонозовец из того же близкого круга, но не путайте этих двух Игоря и Холинах. Вот такое вот примечание. Да, так вот, возвращаясь к этой вещи, к фактуре, к мастерку и мастихину, ей было очень важно, что один из ее предков, его называли все в деревне мастером, а один из ее дедов вообще производил эти мастихины до революции. Это были лучшие мастихины, в которых он превзошел в мастерстве по ее рассказам, конечно. Я не представляю, как это возможно было бы сейчас проверить. Но, в общем, он достиг совершенства и опередил какую-то немецкую фирму, производившую мастихины. Вообще мастихин в начале 60-х, да и просто хорошие кисти и хорошие краски. Это роскошь. Вы должны понимать, что все эти вещи создавались в атмосфере чудовищной нищеты. То есть вопрос был не в том, чтобы продать работу. Вопрос был в том, чтобы произвести работу, потому что красок на это элементарно не было. Можно было использовать либо карандаши, либо вот гуашь, как в этой маленькой третяковской работе, просто потому что иногда никаких материалов не оставалось, кроме технических. И если мастеркова делает вот эту сложную фактуру на поверхности, которая требует, естественно, краски, это очень не случайный замысел. То есть она не делала это от избытка. Она делала это потому, что она решала очень какую-то важную для себя художественную задачу. Еще из одной замечательной коллекции Александра Мечетина, которая тоже последовательно собирает абстракцию работы вот этих же лет. Здесь опять добавлен цвет и опять тот же красный и зеленый. Но посмотрите, как совершенно другой становится живопись. Теперь цвета как бы вплавляются друг в друга. И следующая работа вот из неизвестной мне коллекции – это снова возвращение к белому. И такой как бы близкий тон. А вот эта работа как раз из тех композиций, из числа тех, которые вы можете всегда увидеть в Третьяковской галерее, и в постоянной экспозиции, что я очень рекомендую сделать, если вы там не были, например, или не видели, не помните эту работу. Она там замечательно повешена. Это, конечно, одна из программных работ. Мастеркова даже на память помнит ее размеры. Неоднократно ссылается на это тоже в своих интервью. Она потом продалась в коллекцию, потом вернулась обратно в Россию, в Третьяковку. 105 на 155 сантиметров. То есть вот не просто 100 на 150, а вот именно с точностью до 5 сантиметров. Это для нее важно. И это, конечно, симфоническая такая вещь. Стихи Сева Некрасова, начинающиеся со строчек Лида Мастеркова, пишет Оркестрова. И эта вещь очень похожая на Кандинского. И правда, да. Но немножко другая в то же время. Видно, что это все-таки ее вещь, а не Кандинского. И дальше цвета интенсифицируются в этом же году из бывшего собрания махровых, таких эмигрировавших во Францию. И вот пределы интенсивности эти цветовые вещи достигают в 1962-1963 году. Композиция с арбузом. Очень условный арбуз. То есть тоже иногда эта вещь называется просто композиция. Здесь нет никакого арбуза, но скорее есть какая-то ассоциация такая. Ну, пускай будет. Тем не менее, она невероятно эффектная. И опять же, важно, что это именно природная ассоциация. То есть цвет взят не просто из головы, а цвет взят именно изнутри и снаружи арбуза. Какие-то такие полоски. Но арбуз тут так закрутило довольно сильно, мы видим. И следующая вещь, которую я очень ценю и не знаю, к сожалению, где она находится. Из прям таких полос жгутов переплетенных. Вот здесь мы видим как раз опыт вот этих вот полосок ее графических конца 50-х годов. Следующая работа снова из коллекции Цуканова. Здесь это становится уже похожим на какие-то огненные сполохи. Работа, которая немножко нарушает структуру вот эту вот последовательную. Наверняка у нее были такие отступления. Это 1963 год из очень известного собрания Владимира Антончука. Прям тоже важная вещь. Видите, опять появляются вот эти полоски. Здесь черные. И такой как бы маленький черный квадрат, к которому Мастеркова будет потом обращаться. Очевидно совершенно, что Мастеркова именно в эти годы попадает под влияние коллекции Костаки, где находится произведение русского авангарда. И очевидно, что она смотрит много авангарда. И где-то близко к этим годам она знакомится с Иваном Кудряшовым, одним из живых на тот момент учеников Малевича. Он был очень молодым, когда он был учеником Малевича. Очень недавно была его персональная выставка в Третьяковской галерее, которая его, конечно, открыла просто заново. Это великая фигура, без сомнения, начала 20 века. И первая половина не настолько великая, как самые важные художники. Малевич, Родченко, Кандинский. Понятно, они втроем должны быть в первой десятке вообще важнейших художников мира 20 века. Но, тем не менее, где-нибудь там в почетной, может быть, сотне будет и место Кудряшова. Может быть, там в первых нескольких сотнях. Тем не менее, для нашего искусства это, конечно, очень важный художник. И очевидно, что от него Мастеркова что-то, если не заимствовало, у них было очень интересное взаимодействие, когда и она на него тоже, наверное, до определенной степени повлияла. Если она не заимствовала, то, во всяком случае, впечатлилось очень сильно его искусством. Но по-прежнему это все в пределах ее вот этой тональности с интенсивным красным, зеленым и такими черными пятнами, как бы напоминаниями о черных квадратах, о черных линиях. Другие вещи вот такого плана. Эту я не мог не показать просто из-за собрания. Это важнейшее международное собрание Зиммерли, музей, где находится вот эта работа. И еще одна тоже такая программная работа этих лет из собрания музея АЗ как раз, из собрания Натальи Ополевой. А вот следующая вещь, более темная по тональности. Одна из переломных вещей. Здесь появляются новые совершенно черты в ее искусстве. Это элементы церковных тканей. Вот видите, наверху крест. Это элемент фактуры, то есть он записан сверху маслом. И еще такие же элементы встречаются у нас в нижнем правом углу. И вот слева у левого края. И пока это такая неуверенная интеграция, это переходная вещь, где не четко видны эти качества. Но Немухин и Мастеркова в эти годы как раз в Прилуках, из Прилуг путешествуют по подмосковным храмам и вообще по российским храмам. Видят очень много заброшенных храмов. Впечатляются стариной. Расстраиваются ее сохранностью. Хотят сделать что-то для того, чтобы включить мысли об этой древней церковной красоте в круг своих интересов. И Мастеркова включает элементы церковного убранства. По всей видимости, это какие-то, может быть, фрагменты тканей, риз, либо филоний, которые надевает священник. По всей видимости, если ей попадались такие элементы, то они были в настолько руинированном состоянии, что она, конечно же, не резала старинные ткани на элементы для своих картин. Она задействовала уже то, что попадало ей в руки и, видимо, просто не подлежало какому-то сохранению. Но очень интересно, что это начинает жить у нее в картинах новой жизнью и обращает нас именно к религиозной проблематике. Вот здесь впервые можно говорить о духовной и конкретно именно религиозной, ортодоксальной сюжетике в ее работах. Несколько раз она прямо заигрывает с этим совершенно непосредственно, прямо копируя церковную ткань на свои холсты. Но я не стал включать эти вещи в показ, они слишком немножко в сторону нас уводят. Нам важна вот именно эта интеграция. И я обращаю ваше внимание на то, что это именно шитье, не, например, элементы иконы, с которыми понятно, что очень многие из шестидесятников заигрывали. Не сами образы храмов, как это использовал, например, Плавинский, с которым ее как раз вот из-за таких элементов работ начинают сопоставлять. Вот тот же Ерофеев проводит вот эту линию между Мастерковой и Плавинским. Где-то совершенно оправданную, я с ним полностью согласен. Ничего общего это не имеет с Харитоновым, который в эти годы начинает вписывать таких, ну, как бы кто-то считает, что пошловатых. И я, в принципе, с этим вынужден согласиться. Это ангелов, ангелочков, таких в Пуантелью, вот в свои работы. И работают в любом случае с китчем, в том числе и с изобразительным, с визуальным. Но очень важно, что он вообще вводит эту ортодоксальную проблематику, потому что не будем забывать, церковное православие в те годы так же точно гонимо, как и их инновационное искусство. То есть это сейчас мы смотрим из совершенно другой перспективы, когда церквей строится гораздо больше, чем больниц. В советское время церковь была гонима, православие было подпольным, православие было не столько религиозной, сколько личностно-интеллектуальной позицией тоже вот в этих кругах. И это было интеллектуальным интересом. То есть совершенно не обязательно, вводя, например, элементы церковного убранства в свои картины, было исповедовать ортодоксальное православие. Ничего такого за мастеркой, например, неизвестно. Это скорее действительно интерес к истории. И в эти годы она сближается с таким еще одним замечательным коллекционером, основателем музея Тропинина, в котором она начинает работать, тоже подрабатывать именно таким вот техническим сотрудником. Очень часто художников туда устраивали на позиции художников-оформителей. Это Феликс Вишневский, основатель музея Тропинина. И вот он ее как раз приучает к такому типу вещей. Еще одна работа, где тоже появляются элементы фактуры, но чуть меньше. Это одно из, пожалуй, на мой взгляд, таких прощаний с вот этой вот чистой живописностью. Последний раз мы здесь видим эти жгуты, такие цветовые, переплетенные, сложно. И сложная действительно тонально картина. Чувствуется еще некая усталость, некая исчерпанность приема вот в этих вещах. И чувствуется, что мастерку это просто надоедает через какое-то время. То есть когда она считает, это вообще для многих художников русских этого времени свойственно, когда они считают, что они решили какую-то определенную пластическую проблему для себя в своем искусстве, они переходят куда-то дальше. И вот мастеркова делает именно этот следующий шаг, совершенно очевидно, и помогает ей такая вещь в этом, как мне кажется, одна из программных вещей середины 60-х годов. Неизвестна, к сожалению, точная датировка, но известно, что она для нее, для Немухина была очень важной. Это огромное панно, оно 2,5 метра почти в длину. Оно висело у них в прилуках и использовалось, по всей видимости, вместо декоративного ковра, ну, как обычно вешается на стену. Но это не декоративный ковер, это настоящее живописное панно, выполненное из тканей. С моей точки зрения, это первая программная работа, когда художница-женщина интегрирует проблематику пэтчворк, то есть вот соединение кусков ткани в проблематику, интегрирует именно в проблематику современного искусства. То есть пэтчворкс в чистом виде присутствовали, коврики такие неосознанные, любые самые разные ковры. Окей, ткани и какие-то тканевые работы, естественно, присутствуют ли у художниц, типа вот Андреевой, которая работала в сфере производства тканей, в сфере дизайна тканей, и считается как раз одним из геометрических художников, кто задействовал геометрические паттерны новаторские именно для тканей. Также есть работа ее на ткани непосредственно. Но это именно посередине, и те художницы, которые применяли схожие приемы в международном искусстве, сегодня это звезды просто вот мирового масштаба. Мастеркова это, к сожалению, единичный случай. Она не пошла по этому пути, не знаем почему. Возможно, решила для себя, что это бесперспективно. Возможно, ей казалось, что это слишком декоративно, например, на фоне сопоставления с гобеленными работами художниц официальных в Союзе художников тогда. И тогда было очень много таких вещей. А возможно, просто потому, что не находило этому никакого применения. Ну и вы извините, работы там два с половиной метра, их надо было где-то хранить. Одну ты в прилуках повесишь, а что делать с остальными? Они толстые еще, тканевые, они провисают, не знаю, там расшиваются, требуют какого-то отношения. Но так или иначе, это одна из вещей, ну здесь тоже уместно слово шедевр, середина 60-х годов. Я написал про эту вещь отдельную статью. Она была заказана мне для аукционного каталога, куда как раз вышла эта работа на продажу. И я очень рад, что я как-то попытался, по крайней мере, не знаю, насколько правильно осмыслить этот феномен, этой вещи. Ну и вот здесь видно, насколько большой плоскости занимает черный цвет, насколько она не боится этого сложного цвета, насколько она интегрирует эту память об авангарде как бы совершенно иначе. В общем, это важнейшая вещь. Я бы, конечно, очень хотел, я не знаю, в какую коллекцию она ушла, я бы очень хотел, чтобы она появлялась где-то еще на выставках. Ну и вот она переходит к работам, собственно, таким уже чисто фактурным. И цвет уходит, да, но становится высокой фактура. Эти элементы тканевые, они прямо вылезают из работы на поверхность, приобретают прям третье измерение. И, конечно же, очень активно, даже агрессивно напоминают вот именно о древнерусском искусстве. Это как раз работа без названия из собрания Зиммерли. Она достаточно редко воспроизводится, поэтому мне было важно ее показать. Я ее никогда вживую не видел, к сожалению, хотя я был в Зиммерли неоднократно. Работа из частного собрания 1966 года. Вот здесь крест и тоже прям отчетливый совершенно элемент филонии. И тут мы видим вот нитки сшитые, как будто она сшивает какие-то разорванные куски. Это очень важная тоже манифестируемая для нее тема. Одна из подтекстов таких женского искусства – это сшивание разорванного, да, соединение разделенного. И вот у Мастерковой это совершенно потрясающе здесь становится видным. И вот элемент коллажа, прямо наклейки на холст, интеграция, шитья в живопись. Это тоже, безусловно, один из ее очень важных приемов. Вот он здесь так отчетливо предстает. Еще одна работа не столь выразительная – композиция с крестиком. И огромные программные работы, они около двух метров в высоту. Вот это такая сложная композиция из коллекции Цуканова как раз, где присутствуют все элементы коллаж и сшивания, и такая сложнейшая фактура в живописи. Постоянно видно, что вот у нее цвет вылезает, ей хочется цвет куда-то интегрировать. И такая прям жесткая, черно-белая, совсем почти монохромная, в коричневой тональности работа 67-го года из собрания Третьяковской галереи. Это довольно критичные уже годы. Вот это как раз год перед расставанием. Ну, как бы по одной из версий, они расстались неожиданно, внезапно, потому что просто ушел Немухин в 68-м году. Но, вроде как, вот я говорю, считается, что это не так, что у Мастерковой был какой-то свой роман, и Немухин ушел именно из-за него, как бы предоставив ей свободу и очень долго горевал об этом, об их таком вынужденном расхождении. Но, так или иначе, сама тональность, конечно, меняется. Я бы сказал, что это очень минорные вещи, если их сравнивать с вещами начала 60-х годов. И в этом тоже очевидна какая-то женская открытость, естественность. Вот у меня такое, ну, как бы грустное, драматичное настроение, состояние. Она мнет, комкает эти ткани. Есть работа, где сохранилось сзади, например, очень личное посвящение в виде стихов. Мастеркова писала стихи, она никогда их не публиковала. Они такие, ну, достаточно дилетантские и очень сильным влиянием поэзии «Серебряного века», которую она, конечно же, обожала. И вот есть такое, прямо ее личное посвящение некому человеку по имени Владимир. Сзади одной из работ. И это явно свидетельствует о ее вот таком разорванном, может быть, или разрывающемся душевном состоянии. Вот эта проекция сшивания, это, возможно, очень личностная проекция, как в работах, там, буржуа в работах других женщин-художниц. Не знаю, мы можем только это предполагать, и то я бы не хотел, чтобы это звучало как-то взвешенная академическая гипотеза, скорее, как такая ассоциация. Но без всякого сомнения, что это драматичные вещи. Следующее из собрания музея АЗ, одна из лучших вещей такого плана, одна из очень ясных, прямо таких, кристаллических. Еще одна вещь середины 60-х годов, 66-го года, называется собор. И если она ей присвоила название, значит, это программное название. И вот сама идея собора, то есть собирания чего-то, разрастания вверх, это не просто какое-то православное наименование, но, мне кажется, такое очень важное духовное какое-то сообщение. И еще одна вещь тоже программная, это прямо обращение к черному квадрату, но, смотрите, поразительно, он в такие трогательные кружева как бы обвязан, и в центре какой-то еще, значит, еще один квадрат, и эта вся композиция как бы разрезана белой линией. И вот здесь Мастеркова не видно на слайде, к сожалению, но вещь по краям очень фактурная, очень сложная. Я ее видел вживую, если я не ошибаюсь, потому что у меня уже такая аберрация иногда происходит, но вроде видел, ее привозили в середине 90-х годов на легендарную групповую выставку, первую выставку Леонозовской группы. Вот она там висела, да, точная. И это очень интересное пометование такое, может быть, я не знаю, думала она об этом или нет, но вообще история начала такой радикальной русской абстракции, дореволюционной, она связана с производством тканей тоже. И первая выставка, на которой появился черный квадрат Малевича, это доказала искусствовед Александра Семеновна Шацких, глубочайший его исследователь, она именно была на выставке тканей, работа впервые показана, и как бы была интерпретирована как возможность для создания тканей такого рода. Но там за этим очень много других каких-то контекстов. Так или иначе, Мастеркова возвращает черный квадрат вот в эту тканевую стихию. И появляются следующие вещи, как вот эта коллажная работа 67-го года. Видно, что они одновременно очень трогательные за счет вот этих кружев, да, интегрированных в холст, и в то же время брутальные. Жесткое черно-белое такое вот повествование как бы структуры. То есть Мастеркова соединяет в себе поразительно вот эти качества, ну, в общем, очень сильного художника не концептуально, а пластически, хорошо понимающего, очень точно понимающего, что она хочет сделать на холсте. Конечно, просто оскорбительно говорить про таких художников, как она, что она там какие-то элементы, в них явный или угадывающийся фигуративный элемент, что ее нельзя назвать абстракционистом. Кого же можно тогда назвать абстракционистом, если не ее? Она самый, что ни на есть, вообще мейнстримный художник в этом смысле, в русской абстракции. И наша определенная гордость должна быть именно за счет того, что это женское видение как бы в центре русской абстракции. Потому что о другом типе абстракции мы можем говорить именно применительно к мужчинам, к мужской абстракции, которая то иногда балансирует такую жесткую рациональность, то наоборот в брутальную сложную экспрессию. А вот Мастеркова все время держит эту прям золотую середину. У него, конечно, потрясающее чувство пропорции еще в работах и так далее. Следующая работа тоже называется «Калаш». В скобках ничего особенного она не имела в виду, кроме как вот просто подчеркнуть вот эту калажную составляющую. И здесь видно, что вот это уже вещи после их расставания с Немухиным. Черные, как такие гнетущие тучи или темные столпы, разрезают вот это белое пространство. И внизу именно калажные элементы. Вот это новая ее трехчастная структура, которой она будет придерживаться до конца своей жизни. Именно такими станут ее работы. И здесь мы не можем даже точно сказать. Это разделено на, это как бы остатки фигуративности. Вот то, что нижнее поле, это как бы земля, а наверху это как бы небо, как это бывает, когда вот вещь посередине разделена линией горизонта. Но мы не можем быть уверены в этом. Возможно, это какие-то совершенно метафизические, рациональные, именно спиритуальные структуры. И Мастеркова все время говорила именно об этом. И еще очень важный элемент, конечно, применительно к этим вещам, что они становятся такими космическими по своему характеру. Это белое. Это не просто белая, но вот такая плоскость, как бы как это было в ранних работах. Или, например, чистое такое нулевое пространство, как в работах турецкого и особенно Злотникова, или там у раннего мехного Войтенко. В ее случае это, без всякого сомнения, элемент пустоты. Элемент, как бы, в котором она теперь обращает вот эти темные тона навсегда. То есть всегда теперь вот эти темные, они будут чуть-чуть ярче, чуть-чуть темнее. Они будут вот в этом белой такой пустоте как бы плавать, как Малевичевские тоже формы. Но совершенно иначе, потому что они у нее всегда растягиваются от левого края до правого. Это особенно подчеркивается в ее триптихах, где прямо совершенно очевидно вот здесь начало, а вот здесь конец. Она как бы такое отчеркивает вниз этот конец справа. И совершенно поразительные вот эффекты именно содержания смыслов этой пустоты, которые она где-то хочет раскрывать, где-то нет в своих текстах. Еще одна работа, одна из тоже таких программных, очень ясных, из собрания Цуканова того же года, 69-го года. Одна из самых мрачных ее работ, как мне кажется. И начало 70-х годов. Не сильно меняется ее эволюция, но появляются какие-то новые структуры. Это один из знаменитых кадров с бульдозерной выставки, 74-й год. Пустырь в конце улицы Островитянова, возле нынешней профсоюзной дом 100, если кто-то хочет знать этот адрес. Знаменитая легендарная выставка, когда художники вышли со своими картинами на пустырь, не имея никакой возможности их продемонстрировать. Вот те как раз вещи 67-го года, которые я показывал, может быть, какие-то из них, это точно неизвестно, были на единственной такой попытке групповой выставки, в основном леонозовцев, которую делал Глезер в клубе «Дружба». Но там выключили свет и через час выгнали всех зрителей. То есть эти вещи не удавалось показывать. И от отчаяния художники, протерпев несколько лет, выходят на пустырь, готовые держать в руках свои картины и просто демонстрировать их публике вот в таком невыставочном пространстве. Но даже этой возможности им власть не дает, пригнав туда бульдозеры, поливальные машины, грузовики, имитируя лесопосадки в этом месте, имитируя как бы субботник. Очень тяжелая атмосфера, нескольких человек арестовывают. Картина Лидии поломана, но, слава богу, она осталась целой. Она сейчас находится в одной из западных коллекций. У нее просто поломали подрамник. Но вот здесь вот она в таком выброшенном как бы виде, зафиксированном на фотографии. И здесь появляются структуры числовые, здесь появляются круги. Это такой тоже элемент рациональности, планетарный, космический элемент. Она сама его именно так трактует. И появляются определенные цифры. Причем только цифры 9, 0 и 1. Не буду углубляться подробно в эту тему. Ее как раз интерпретирует Мастеркова. Но просто обращаю ваше внимание на то, что она достаточно рационально относилась и вот к таким числовым элементам. Это большой триптих середины 70-х годов из собрания нового музея. И здесь вот тоже вот эти планетарные элементы. И к ним приклеены на синтетическом клее такие трехмерные как бы палочки. И такие сложные жгуты, свитые внизу. Тоже очень по-разному можно трактовать эти работы. Но вот теперь они становятся как бы своего рода таким иконостасом Мастерковой. Она продолжает оставаться верна этой структуре, еще раз повторю, до конца жизни. И эти вещи разделяет эмиграция. В 75-м году после вот этих отчаянных попыток выставиться и частичной легитимации неофициального искусства в выставочном зале на Малой Грузинской, Мастеркова ужасно устает от непризнанности и какой-то психологической невозможности действия дальше в Советском Союзе. И подает документы на эмиграцию. И в течение 75-го года, вот в конце 75-го года она эмигрирует сначала в Вену, потом переезжает в Париж и во Франции остается до конца жизни. Она переезжает сначала, снимает какие-то небольшие мастерские под Парижем. Это и сейчас-то недорого, а тогда было совсем дешево, даже по меркам, наверное, советского эмигранта. Хотя она все время испытывает проблемы с деньгами и пишет об этом постоянно. Ее письма тоже опубликованы вот в этой книге Мастерковой Тупицыной. Периодически пытается вернуться в Париж, делает ей выставку «Дина, верни!», но долго они не взаимодействуют, ей не удается зацепиться в Париже, она переезжает куда-то в еще более глубокую провинцию, живет до конца жизни в таком поселке Сен-Лоран, в 300 почти километрах от Парижа. И даже те, кто бывают из Советского Союза, приезжают во Францию, не добираются до нее или добираются крайне редко. Те, кто живут в Париже, редко ее навещают. То есть она прерывает в основном свою коммуникацию, живет там с любимыми домашними животными, она очень любила домашних животных, пишет письма, порой достаточно-таки отчаянные, в Советский Союз близким, в Америку Рити и ее мужу Виктору, тоже значительнейшему искустояду, эмигрировавшим туда. Но остается там до конца жизни с этими работами. Делает какие-то вещи, которые иногда реагируют на политическую повестку. В частности, это одна из ее самых мрачных, трагических вещей. Эта работа называется «Афганистан» 1982 года. И здесь видите вот этот перемотанный жгут внизу. Это, по всей видимости, убитый солдат где-то на поле, но она так накрывает его как бы вот этими тоже тканями, такими сублимированными, да, или белыми листами, что мы не можем быть в этом на 100% уверенными. Но работа называется «Афганистан», и это так или иначе такая вот тоже военная повестка. И поздние ее работы, насыщенные таким глубоким, но, может быть, слишком декоративным символизмом. Диптих тоже из собрания музея Азея, или две отдельные, но очень близкие работы. Левое – это посвящение Немухину, правое – посвящение Данте. Она как бы прощается с важнейшими героями своей жизни и очень много делает посвящений любимым своим поэтам Серебряного века. Вот эти вещи, по-своему, очень трогательные. В левой мы можем увидеть вот эти элементы карт, которые как орнаменты такие, да, которые всю жизнь рисует Немухин. Тоже, как мы понимаем, возможно, посвящая их Мастерковой. А справа такая фигура Ангела. Ну, понятно, конечно, это отсылка к божественной комедии. Может быть, слишком такая, ну, нарочитая, что ли, литературная. Но, тем не менее, очень трогательная в своем пометовании. И тоже они обладают какой-то, безусловно, интересной структурой визуальной. И очень много она делает вот таких абстрактных вещей со спонтанными элементами, когда позволяет туши растекаться по определенной, значит, структуре. Таких вот вещей десятки. И, к сожалению, одно время вообще Мастеркова была наиболее известна и представлена везде в мире вот такого рода вещами. Просто потому, что она их много достаточно сделала. Они недорогие, они больше всего как бы циркулировали в рынке. А ее самые значимые вещи, мы их просто не видели. Мы вообще не знали, как они выглядят на протяжении многих десятилетий. И это, конечно, одна из аберраций, одно из искажений, с которыми мы встречаемся применительно к художникам той эпохи. И, конечно, важная вещь уже последняя, это 2000 год. Совсем пожилая Лидия Алексеевна, да, это сколько ей лет? Она 27-го года рождения, 73. Она уже в тяжелом таком достаточно состоянии. Мне кажется, она просто теряла силу уже к этому времени. Многое ей просто стало неинтересным. Такая очень важная орнаментальная вещь, где она вспоминает про цвет, про яркие цвета из своего раннего периода. И как бы их хроматически раскладывает. Посмотрите, как интересно, с черного наверху, красный. Дальше вот эти цвета из ее гаммы ранних времен. Очень красивый серый, очень красивый охристо. Бежевые, розовые, голубые. И это посвящение Ольге Ананевне Потаповой, которая была важнейшим для нее художником. И таким образом тоже прощание с тем, кто очень многое ей дал на раннем этапе. Ну вот, Лидия Алексеевна Лида в известнейшей фотографии Пульмина. Я зачитаю, может быть, чтобы просто звучало ее голос чуть-чуть про эти цифровые работы. Это очень интересная, конечно, публикация всяких таких вещей. Круги с цифрами, которые не складываются пока в числа, это планеты, выстроенные в схему. Это ее собственный текст. Величины бесконечно малые или бесконечно великие. Или ноль. То есть бесконечно малые – это единица, бесконечно великие – это девятка. Или ноль – это состояние ни то и ни другое, зеро. Раньше у меня были средние величины, было все еще хаотично. Сейчас нет средней величины. Это кредо моей жизни, моего мышления, моего восприятия. Нет компромисса, через запятую она пишет. Формы черные еще превалируют, их много. Еще много чувственного восприятия, но все в чистоте принципа. Светлые формы – устремление к высшей духовности. Сама плоскость картины для меня не является приведением ее к общепринятым традиционным понятиям картины вообще. Это ограниченное пространство, в котором я выстраиваю свой мир. Круги и цифры, а наклеиваю пока из картона, применяя синтетический клей. Вот видите такое техническое описание и прям какие-то метафизические высоты, одновременно указания на личностно важные маркеры. Все это в одном тексте, крошечном абзаце. У нее немного таких текстов, но они очень важны для понимания ее работы. Они тоже опубликованы вот в этой книге, в ее интервью. И, конечно, нельзя не сказать, просто глядя на эту фотографию, что она была красивейшим человеком, вообще красивейшей художницей в своей среде. И их пара с Немухиным, простите меня, но это одна из самых красивых пар, без всякого сомнения, в нашем искусстве вообще за весь 20 век. Невероятно элегантная, где один другого прям очень поддерживает. И Лида здесь, конечно, она нарядилась специально для пальмена в очень красивом платье. И платье тоже превращает ее в такой цветок, использует цветочный орнамент. И все говорят про нее, что она была модницей. И умела блистательно шить, и вообще умела все делать своими руками. И в поздние годы она шьет, и иногда интегрирует именно свои вот эти шитые элементы в свои картины. Или, наоборот, производит такие технические, ну, как бы декоративные вещи для дома, прикладные, например, подсвечники, и раскрашивает их своими вот какими-то абстрактными структурами. И это тоже очень элегантное, чисто женское решение. И пальмин подбирает какой-то совершенно поразительный, вот здесь он хорошо очень виден, барочный фон. Он тоже с какими-то цветами, какими-то портретами, какими-то храмами, в общем, очень подходящий мастерковый и как бы выражающий ее. И вот свет, да, световые структуры, это одно из самых важных, что она привнесла в наше искусство во второй половине XX века, именно современное понимание света, будь то в цветных вещах, будь то в черно-белых, вот в этих тушевых ее разводах. И это одна из ее самых мощных инноваций. Я никогда прежде не считал ее, я честно вам скажу, как просто исследователь, я никогда не считал ее инновативным художником. Это становится очевидным только после углубления в ее материалы ее искусства. И то, что вот я показывал вам последние работы, мы переходим к геометрии и, конечно же, переходим вот через геометрию к другой художнице. Вот это одна из ее уже последних фотографий, фотографий последних лет. Мы видим, какой она стала в таком позднем возрасте, но не утратила своей элегантности. Сложно с ней было, конечно, общаться. Вадим Алексеев огромный молодец, что разговаривал ее на сто страниц. Это прямо, конечно, важные воспоминания. Но вот, да, вот эти геометрические структуры, это то, чему она оставалась преданной до последнего момента. И мы видим там вот сзади начатые холсты, которые уже разлинованы. Мы видим как бы этапы того, как вот она работает над произведениями. Римазаневская, второй наш герой. Они дружили с Мастерковой, и это мне позволило еще объединить двух совершенно непохожих художниц в одной лекции. Ну, дружили почему? Одна тусовка, опять Леонозовская. В некрологе, в котором очень мало информации. И мне кажется, вот то, что ее приписали в некрологе к Леонозовской группе на сайте ArtGid, это немного преувеличение. Все-таки официально она леонозовской художнице никогда не считалась. Некролог писал не я. Я для него предоставил материалы, но так получилось, что я был, например, тем человеком, который просто узнал первым о смерти Заневской, хотя я с ней никогда лично не общался, и сумел просто в течение дня интегрировать эту информацию в художественное сообщество. Ну, вы понимаете, если про художника не опубликован некролог, то это значит, что его как бы просто не было, вообще исчезает из информационного поля. Сейчас, если вы будете гуглить Заневскую, то это, по крайней мере, одна из каких-то базовых доверительных, ну, базовых, значит, данных, которым можно доверять. Они дружили, у них были общие интересы, но у них были мужья и, собственно, личное общение в одном круге. По второй фамилии, которую, правда, вроде бы она никогда не носила, Заневская была Сапгир. И очень часто она, Сапгир, вот в какой-то информации о ней, или через дефис, или в скобках. Она была женой великого Генриха Сапгира, вообще величайшего поэта. Но, извините, я не могу не процитировать тоже короткую совсем информацию от личного плана из интервью Мастерковой. Опять же, простите, но я не знаю, насколько этой информации, как любым мемуарам, можно доверять. И тем не менее. Генрих бывал очень странный, говорил матом. Судьба к нему отнеслась более милостиво, чем к Холину. Хотя был ужасный поступок, когда он сошелся с Кирой и бросил Римму. Римма пришла очень поздно с работы, а в ее постели лежали Кира с Сапгиром. Она пошла в кухню и там себя постелила. После этого ничего не могло уже быть, а она должна была родить ему ребенка. Потом и с Кирой кончилась любовь, они поменяли квартиру. Он нашел себе милу, которая его очень любила, опекала и оберегала. Сапгир умер в троллейбусе, у нее на руках ехал читать стихи. Так кратко выглядит женский взгляд на биографию одного из величайших поэтов второй половины 20 века. И для Мастерковой тоже был очень важен этот личностный параметр. Прямо вот вы почувствуете в этих текстах. Но больше не будет личностных никаких моментов. Давайте обратимся к искусству. Заневская была открыта, в общем, недавно. Ее работы были в Третьяковке, никогда им не уделялось какого-то места. И всегда вот она, не буду сильно повторяться, принадлежала как бы к группе движения. И только с ней ассоциировалась. В каталоге легендарном «Другое искусство» выставки 1991 года, она прямо в блоке группы движения. Но там нет даже ее фотографии. Вот фотография, которую я сейчас показал, она из личного архива. Уже, слава богу, начали циркулировать фотографии. Это недавняя выставка «Кинетизм» в Третьяковской галерее, которую наверняка многие видели. И там Заневская занимала прямо едва не центр. Это не «Кинетизм», конечно, но при бедности нашего «Кинетизма» у нас на «Безрыбье» любой рак рыба. Вот Заневская – это именно тот самый рак, которого можно поставить в центре нашей «Рыбы-Кинетизма». Эти вещи невероятно… Это, конечно, минималистские структуры, это просто геометрическая абстракция. И в этом смысле она очень тесно сопрягается с другими художниками, кто занимался геометрической абстракцией тогда. Но она действительно близка художникам группы движения, которые тогда просто были эпицентром вот этой геометрической абстракции. И именно внутри движения художники работали над кинетическими проектами, но не она. Сама история ее взаимодействия с движением необыкновенно коротка. У Нузберга, который любил к себе всех притягивать и приписывать к группе, буквально встречается пара ее упоминаний в каком-то составе. Об этом более подробно говорят другие художники. Что само движение как группа возникло в 1964 году, когда был написан манифест группы, она была как-то обозначена. А до этого она была просто сообществом художников, как ее сейчас, в общем, правильнее называть, а не группы именно под водительством. Узберга уже в 1965 году Заневская разорвала все отношения с этим коллективом. И именно отъединилась от них. И, собственно, ее творческий взлет очень краток. Уже в начале 70-х она перестает работать вообще в искусстве и уходит в икону. Это другой случай взаимодействия с русской, так сказать, духовностью. Я не очень люблю это слово, с проблематикой религиозной. Она как бы стала такой монахиней в миру, продолжала до последних лет писать иконы. И, кстати, это не только женский вот такой лад внутри группы движения. Например, чем-то подобным стал заниматься еще один художник, о котором очень мало данных именно внутри группы движения. Но после он активно работает сам как индивидуальность. Это Владимир Петрович Акулинин, с которым я, например, достаточно тесно общался. И который мне рассказывал в том числе про кинетов и про группы движения. И вот оба они, Заневская и Акулинин, занимаются иконой. У Заневской муж такой электропольский. Тоже важная, интересная фигура в художественной жизни тех лет. Но давайте посмотрим все-таки ее вещи. Конечно, это важнейшие вещи для истории русского минималистского искусства. Если бы они были большими, это были бы, повторю, программные вещи для всего мирового искусства. Но они состоялись только внутри советского контекста. Совершенно не были известны никому. И так до последних лет оставались у Римы в домашней коллекции, откуда просто поступили на рынок и разошлись по различным частым собраниям. Вот эта работа была продана через мою галерею в одно международное собрание минимализма, как раз минималистского искусства. Там есть превосходные художники второй половины XX века из Восточной Европы, из Германии, из Франции и из Советского Союза, причем не только из Москвы, но еще и из Украины, например. И вот Римина работа заняла там, мне кажется, очень достойное место. Ну, типа, вы скажете, это японский флаг, перечеркнутый черной полосой. В этом-то и есть весь смысл, что да, это японский флаг, который сам по себе являет солнце. Ну, как бы японский флаг, который являет восходящее солнце, как мы знаем. Да, именно там восходит солнце над всем миром. А горизонт это и есть горизонт, который именно тогда, даже чуть позже, появляется у Нузберга, появляется у Булатова, и играет вообще важнейшую роль в русском искусстве вот эта вот геометрическая горизонтальная полоска. Может быть, здесь одно из ее первых появлений. Потом у нее горизонтальная линия в эти же годы смещается еще вниз, и над ним восходит такая точка. Это одна из важнейших ее работ. Следующая работа, где тоже такой круг, это явно совершенно солнце. Мы видим, что близкая очень тональная гамма каким-то элементам мастерковой, но совершенно по-другому, совершенно иначе с этим работает Заневская. Тоже не называет эти работы никак. Это чуть более поздняя вещь, некоторые из них датированы, но большинство нет. Поэтому мы про них ничего не знаем. Композиция и без года датировка очень приблизительная. Конец 60-х, некоторые начало 70-х годов. Но вот если есть какой-то способ в минимализме изображать Солнце, да, с условно вот этими ощущениями от протуберанца, когда у нас просто глаза сжигают. Вы знаете, да, эту астрономическую поговорку, что на Солнце можно посмотреть только два раза. Один раз правым глазом, а другой раз левым. Солнце жгет при прямом контакте, сжигает глаз. Поэтому на Солнце смотрят только в отраженном свете. И вот здесь как бы такая работа со светом в эпицентре картины. Следующая вещь, наоборот, темная. И это совершенно поразительно, как Заневская работала с темнотой. Такой, где тональные градации вот этих кругов. И это по-настоящему очень сложные, минималистские вещи. Следующая работа, это, конечно, одна из моих любимых. Это можно представить такими, ну, горящими, например, этими габаритными огнями в темноте города. Но очень точно рассчитанная структура. Вот если я применительно к пропорциям говорил комплементарно в отношении Мастерковой, то здесь просто, конечно, сплошные пропорции. И тоже чистый свет, она очень здорово этим владела. И вот эти вот структуры тоже с кругами. Круг очень важная гармоническая форма, которой Римма Заневская владела совершенно блистательно композиционно. И тоже вот эти отношения именно черного и белого внутри холста. Но у нее на сером именно фоне. Это ее такая характерная тональность. Это очень важные вещи для русского искусства вот этих лет. Еще раз повторю, это не кинетические вещи. Они не движутся и неопартовские. То есть у нас в глазах не должны вот эти кружочки рябить, как в классическом упарте. И в этом смысле это как раз не заимствованное искусство. Потому что наше кинетическое искусство, посмотрите, не в обиду Григорьеву будет сказано, выставку Григорьева это как раз классический опарт сейчас в МОМА из собрания Романа Бабичева. Это тоже художник группы движения. И он чрезвычайно вторичен при всем моем уважении к любым вообще геометрическим работам тогда вот в той ситуации 60-х годов. Но видно, от кого он это заимствовал, почему он так именно мыслил рационально, неинтересно. А Заневская это делает совершенно самостоятельно. И ее мышление вот этими геометрическими структурами необыкновенно точно, необыкновенно убедительно. Вот работа с тонкой красной линией, прям как в фильме Терренса Малика. Мы понимаем, что это может быть какое-то визуальное смещение, может быть какой-то элемент натуры, как какая-то полоска, не знаю, на телевизоре такая, такие сполохи тогда все время пробегали по экранам. Но так или иначе, очень интересное визуальное решение. И одна из моих любимых вещей под названием «Я» или «Никто не знает ничего». Да, по-моему, она так называется по-русски. И тоже вот здесь мы точно совершенно можем сказать про левый элемент, что это как катафота называется или вот элемент светофора. И, возможно, это перевернутый светофор или на самом деле светофор, размещенный по горизонтали. Потому что тогда, если кто помнит советскую Москву, такие висели достаточно часто на перекрестках. Я даже их помню. И мы видим, что горит красный свет. 68-й год. И думайте об этом, что хотите. Но так или иначе, это одна из программных вещей, один из не только визуальных, но и содержательных манифестов для того времени, выраженный лаконичным минималистским языком. И вот это вот «Я» – это действительно ее идентификация. И мне очень нравится в Заневской именно то, что она свои очень тонко личностные моменты делает иногда программными, явными внутри своего искусства, при этом не педалируя. Вот такая маленькая вещь темперой на картоне, то есть, можно сказать, практически графическая, но тоже композиционно просто совершенная. И одновременно она такая игровая, вот эти отношения черного и белого. У нее был целый ряд таких вещей. И последние ее программные холсты, как раз часть которых находится в коллекции Уполевой и сейчас экспонируется в Питере в Русском музее. Это было очень смелым кураторским решением. Я так понимаю, что это решение самой Натальи Владимировны – поместить Заневскую центром экспозиции. Она там зала углом. И вот этот угол почти целиком отдан Заневской еще одному очень важному минималистскому художнику Игорю Вулыху. И Заневская там прямо в центре. Ее графика экспонирована совершенно потрясающе. И вот здесь мы видим, что это работа со светом и с тенью. То есть, белое – это белое, и тень от них абсолютно черная. И мы видим прямо движение, мы видим прямо полет этих геометрических структур по холсту. Другой полет такого рода. Вот эти две вещи – это тоже одни из программных работ, одни из манифестов визуальных отечественного минималистского искусства. Вот такие очень интересные, такие ламповидные структуры. И тут уже мы можем представить, что это впечатление от предметов. Например, от таких ламп промышленной сборки в магазине. Вот это очень интересное такое яйцо с тенью. Тоже одна из программных минималистских работ метро и холст. А здесь уже совершенно очевидно появляются предметы. И получается, что у Заневской обратная эволюция как раз от абсолютно минималистской абстракции. Самых очищенных структур, которые только можно себе представить. Обратно к предметному миру. И вот у нее очевидно какое-то исчерпание себя наступило, в результате которого она совсем ушла от современного искусства. Такой недолгий, но невероятно яркий след. То есть 10 с небольшим лет в искусстве. Может быть около 10, потому что нам неизвестно точно, когда она закончила делать вещи. Ее архивы, видимо, только будут как-то открываться. Очень мало что известно про ее наследников. И я говорил несколько дней назад с одним человеком, кто уговаривает одну ее очень близкую подругу сейчас написать воспоминания про нее. Говорю, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что, возможно, мы из этих воспоминаний что-то узнаем больше про Заневскую. Но пока нам сами картины и служат информация о ней. И мне кажется, в этом тоже есть какая-то трагическая судьба русского советского минималиста. О ней в данном случае ничего неизвестно или почти ничего неизвестно. Мы знаем про этот развод с Абгиром, знаем чуть-чуть про ее следующего мужа, знаем про ее уход из искусства и все. Ничего неизвестно про нее, кроме самих работ. Вот эти такие тоже лампы или какие-то интересные структуры с такими реалистичными явно вкраплениями. Мне кажется, одна из позднейших таких программных работ – это как бы тень от решетки. Одна из моих любимых, конечно. И очень остроумно, но с минималистской точки зрения сделанная. Я не люблю западный минимализм такой, рафинированный, в своих лучших проявлениях. Просто потому что, с моей точки зрения, к нему эмоционально прикипать очень сложно. Это можно ценить как невероятно важные бренды для искусства 20 века. Это можно любить как огромный, дорогущий, невероятно важный актив для истории искусства. Это можно любить как проявление высших степеней рациональности человеческого мышления. Но вот эмоционально к этому прикипать сложно. А вот Заневская совсем другая. В этом смысле ее минималистские работы, конечно, заставляют ими любоваться. Их вот таким совершенным расчетом, в котором есть какой-то сдвиг, какая-то джазовая синкопа. И закончу я как раз вот этими графическими работами, где совершенно очевидно присутствует вот эта предметная среда. Я очень люблю эти вещи. Думаю, что часть из них вот такого плана сейчас показывается на выставке в Петербурге. А часть будет показана в одной частной коллекции на выставке коллекции летом. Я даже не знаю, может, мне сейчас какие-то слова придут в конце для завершения лекции. Но, честно говоря, я не хочу в конце делать никаких обобщений. Обычно мне что-то пафосное в голову приходит, а тут вот что-то нет. Давайте на этом закончим лекцию. И если у вас есть какие-то вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо за терпение. Вы знаете, спасибо за представительную лекцию. Могу просто уточнение такое небольшое задание. Вот этот вот квадрат, о котором вы говорили, черный квадрат, упрашенный кружевами. Это не кружевами. Это старый, пристарый тюль. Дешевый. Самый дешевый из тех, которые были после войны. Они были сделаны из хлопчаток бумажных очесок. Они после стильки раздирались. И вот этот вот старый разобранный тюль, она покрасила в черный цвет и обронила им свои работы. Спасибо огромное. Это очень важное указание. Я как раз, ну, мало знаю просто про ткани. Я думаю, что это естественно. Поэтому любая ремарка такого рода очень важна. Спасибо. 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 Спасибо.